Верующие утверждают, что в Крещенскую ночь чистая вода приобретает чудодейственные свойства, весь год не портится, избавляет от хвори. Ни с чем не сравнимые чувства испытывают и те, кто решается войти в студеную воду. Для крепких телом и духом людей в ночь на 19 января организовано купание в Клязьме на территории Щелковского парка культуры и отдыха. Завершается последнее приготовление Крещенским купанием. В этот раз они пройдут соблюдением всех мер безопасности. Власти постарались сделать так, чтобы было удобно пройти купели. Положили деревянные настилы, сделаны два прохода, вход и выход. И самое главное – купель. Есть даже подсветка. С восьми вечера в парке обязательно будут дежурить волонтеры, наряд полиции и группа спасателей Муниципального центра гражданской защиты. Они проследят за порядком, соблюдением социальной дистанции и выполнением мер индивидуальной защиты. Сделали специальные купели, чтобы человек не ушел по дну. Они ограничены. Ты за ручку спускаешься, за ручку поднимаешься, идешь по деревянному настилу, не по дну. Поэтому, кто хочет искупаться, как говорится, кто считает такой старинный русский обычай, милости просим. В парке организовали просторные помещения для переодевания, отдельно для мужчин и женщин, а также пункты обогрева и раздачи горячего чая. Там, где будут работать палатки, из соображений безопасности заходить в нее можно будет только по одному. Исключение сделали для членов семей. В Хрещенскую ночь в городском округе купания организованы в восьми открытых купелях. Безопасно окунуться в воду можно будет у церкви Николая Чудотворца в Сдехове, в Рязанцах, у церкви Троицы Живоначальной, в Душонове возле храма Тихвинской иконы, на Супоневском пруду в Оболдине, на территории усадьбы Гребнево, у храма Георгия Победоносца в Монино и на территории загорного клуба «Медвежья озера». Рекомендованное время начала купаний после восьми часов вечера.